так он приехал это дисплейный модуль для сяоми будем сейчас его менять для этого нужно его отодрать он приклеивается приклеивается плотно сяоми очень плотно плотно держится значит что ну вот нужна какая-то другим инструментом не подлезешь только вот строительным ножом отламываем кусочек небольшой значит у нас обращаем внимание что шлейф у нас с этой стороны значит начинаем снимать с противоположной отсюда и доходим дошли он весь поломанный поэтому начинает раскалываться ну и здесь нужно так попасть почему именно таким потому что но никакая лопатка не залазит тут все так плотные зазоры вставляем так подковыриваем 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 и залазим вставляем дальше подковыриваем и поднимаем потихонечку она не поднимается тут весь он растрескался если бы он был более-менее целый он бы так пластом снимался а так он растрескивается но он все равно податься и вот как-то так вроде бы пошло потихонечку идет что-то тут переходим дальше немножко еще дальше он приклеен только по краям поэтому основная склейка по краям нужно отодрать все края вот я отсюда уже кое-куда зашел так потихонечку раз отклеил вроде бы все смотрим вот потихонечку так отходит как тут такая ситуация вот эта штука видите здесь она приклеивается вот это получается получается здесь на отдирается тут липкая лента и она так вот приклеена поэтому в принципе на старом бы может не бояться что она оторвется тут приклеена можем не бояться отдирать его я не знаю видно там в середине или нет но я его от скотча одеваю вот как-то так отошел все теперь какая задача у нас стоит кусочки клея теперь задача стоит вот эти два шлейфа вытащить они там заходят в середину и идут посредине где-то в этом в этом месте нужно все вот это и вот это скорее всего надо снять сначала отсоединяем батарею обыкновенная крестовая отверточка маленькая крестовая отверточка это подвигаем нужно так величина винтиков может быть разная поэтому в разные места складываем винтики это важно иногда потому что закручиваем слишком длинный винт можно попасть продавить можно экран с этой стороны упереться в экран или еще во что-нибудь упереться снимаем и теперь мы можем отсоединить батарею вот шлейф получается если вот так вот становится тут это вот этот шлейф это шлейф экрана вот этот его мы точно будем снимать ну и нужно еще снять батарею она тоже приклеена поэтому нежно почему нежно потому что если сильно деформировать можем потерять батарею но как раз деформируются и не снимается не хочет добровольно сниматься вот там с обратной стороны на двухстороннем скотча старайтесь не деформировать литий-ионная она может быть не в жестком корпусе и при деформации может потом в прямом смысле загореться ну вот как то так потихонечку поднимаем ее вставляя в середину чего-нибудь отодвигая в середине но очень аккуратно очень осторожно нужно что-то такое подставлять такой потихонечку без без этого никак придется все-таки применять грубую силу но потихонечку шаг за шагом все затянулось я пока отключу домучил я эту батарею причем прямом смысле домучил очень сложно клеить на нас так домучил я аккумулятор честно говоря переживаю за диму потому что он сгибался даже тут немножко порвался верхний слой надеюсь что все будет нормально заклеил скотчем но очень сложно было значит что теперь нужно нужно снять вот скотча этот шлейф ну и тут еще один шлейф здесь в этой коробочке поэтому не коробочкой под этой крышкой откручиваем теперь винты отдельно хотя смотрю по размеру они такие же тут пломба придется ее сломать и так здесь 8 винтиков самсунга все очень крепко закручено даже переживаю я честно говоря за аккумулятор не не выйдет ли мы из строя так ну вот собственно что нам нужно так это вот этот шлейф отключить вот так но и его нужно вытащить для этого нужно снять наверно вот этот шлейф разъем и снять плату сейчас нужно посмотреть где она крепится нам нужно не вижу винтиков здесь никаких она просто вставлена и просто снимается просто плотно вставлена так ну собственно и все честно говоря наверное этого и не надо было делать значит что нам нужно эту плату снимать не обязательно я думаю что шлейф и так выйдет если мы его подтянем с этой стороны у меня назад приклеился экран немножко нужно просто не нужно было эту плату снимать нужно толкнуть туда шли шлейфы и все ну собственно вот и все по сути дела ремонт окончен что теперь нужно сделать так это назад вставить в магазине где в интернет-магазине где я заказывал попросили не снимать плёдочки никакие с блока дисплейного на случай если вдруг с ним какая-то проблема можно будет назад его вернуть поэтому здесь нужно просто ставим все на место вставляем батарею включаем здесь шлейф здесь шлейф пока никакие вот эти клеевые пленочки не снимаем тоже подсоединяем батарею подключаем к зарядке и смотрим чем все закончится нужно будет проверить калибру откалиброван ли дисплей если если дисплеем не все в порядке то тогда дисплей можно вернуть назад поэтому обратите на это внимание сразу не приклеивайте дернулся показал ми значит ну что же я уже установил экран который мне пришел оригинальный картридж модуль значит с ним все в порядке он нормально работает подключаются полностью реагирует правильно на все и буквы я проверил если бывает так что нажимаешь на одну букву нажимается другая бракованный тогда можно вернуть сейчас такая ситуация что можно взять если не открывал никакие пленочки все пленки до сих пор остались ну и все я поставил кстати в этом случае я поменял и батарею ее отклеивать было очень сложно и проблемно полностью поменял новое пришло стоит недорого но теперь он в принципе как новый телефон установил я не на двухсторонний скотч а вот на такой специальный клей b7000 продается там же где и запчасти для телефона там где батарейку вы можете купить или там где дисплейный модуль очень удобный очень модный смотрите какая ситуация тонкий носик специальная закрывачка пробивает такой я не знаю вы видите или нет но она такая с иголочкой иголочка туда засовываются и соответственно не не засыхает просто проводите по контуру это такой типа силикона прозрачного клей он высыхает и хорошо держит экран при нагревании он становится более пластичным и когда вскрывать экран его нагреваешь феном бытовым и он тогда легче отходит ну собственно все ремонт произведен это несложно повторяйте когда назад будете вставлять крышку здесь вот от сканера отпечатков есть сначала разъем надо подключить а потом уже крышку вставлять поэтому будьте внимательны не забудьте вставить этот разъем ну конечно если он вам может и не вставлять в закрытом а у меня сейчас он был не вставлен поэтому чтобы он заработал нужно будет перезагрузить устройство устройство ну вот как-то так подключаем сейчас я найду где он есть неудобно как-то приспособиться отверточкой наверное ставить или пальцем сейчас я наверное пинцетом неудобно попадать или может быть с этой стороны надо попасть наверно с этой стороны будет удобнее вот так ну и все защелкивается стандартно попадаете нужно вытащить защелки с карточками и все вставить стандартно все ремонт произведен подписывайтесь на канал вы сможете увидеть как простым способом самостоятельно более того если вы пишите в комментариях задаете вопросы я всегда отвечаю и всегда помогу во всяком случае если это в моих силах все что могу я постараюсь ответить на ваши вопросы увидимся на канале всего доброго не знаю что я не знаю я не знаю не знаю что не знаю что это